Европейская валюта продемонстрировала очередную попытку роста против доллара США, что по аналогии с понедельником вылилось в ряд распродаж в ходе американской сессии на фоне сильной фундаментальной статистики. Однако волатильность осталась на крайне низком уровне, что говорит об отсутствии ориентиров в последний летний месяц 2021 года. Что касается технической картины пары EURUSD, то у покупателей теперь акцент смещен на середину бокового канала в районе отметки 1,1885. Лишь выход за пределы этого диапазона откроет прямую дорогу на максимум прошлого месяца к уровню 1,1910. Только такой прорыв приведет к усилению спроса на рисковые активы с последующим выходом к более высоким вершинам. И действительно, вчерашний отчет от Евростата по инфляции и цен производителей в еврозоне оказал небольшую поддержку евро в первой половине дня. И уже который день подряд валютная пара британский фунт-американский доллар торгуется с низкой волатильностью. Например, сегодня этот показатель составляет всего 73 пункта. Для пары фунт-доллар это значение является крайне невысоким. И исходя из новостного фона и технической картины в целом мы ожидаем движения котировок этой пары внутри канала, ограниченного уровнями 1,3837 и 1,3982. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова